Что бы ты сказал, если бы мы сообщили тебе, что возраст самого старого ядерного реактора в мире составляет целых 2 миллиарда лет? Что такая конструкция уже существовала, когда не было даже динозавров, не говоря уже о человеке? Но как такое вообще возможно? Как этот реактор появился на свет? Возможно, мы имеем дело с работой неизвестной, но высокоразвитой цивилизации? Следи за новостями и присоединяйся к нам в поисках разгадки. История ядерной энергии. Год 1942. Рассвет эры ядерной энергии. В это время команде под руководством знаменитого итальянского физика Энрико Ферми удалось построить первый в истории работающий экспериментальный ядерный реактор. 2 декабря 1942 года в 15.25 по местному времени наступил момент. Первая критическая цепная реакция деления ядер была успешно приведена в движение. Рождение коммерческой ядерной энергетики датируется 20 декабря 1951 года. Экспериментальный реактор ИБР-1 в штате Айдаха впервые произвел электричество за счет ядерной энергии. Но что же все-таки представляет собой это так часто упоминаемая ядерная энергия? В чем ее преимущество и в чем ее опасность? Ну, в принципе, для того, чтобы использовать ядерную энергию, ее сначала нужно высвободить. В этом плане у специалистов есть два варианта – деление ядер и ядерный синтез. Когда атомы распадаются на более мелкие атомы, это называется ядерным делением. Ядерный синтез с другой стороны высвобождает энергию, когда два атома сливаются, образуя более крупный атом. Однако это ни в коем случае не реакция, придуманная человеком. Нет, по правде говоря, таким же образом генерируют свою энергию и спускают лучи все сияющие звезды космоса. Как только соответствующая энергия высвобождается, ее можно извлечь на атомных электростанциях для выработки электричества. Однако, как хорошо известно, энергия – это не единственное, что выделяется при таком процессе. Радиоактивное излучение, например, представляет чрезвычайную опасность для человека и окружающей среды. Преимущества и риски Поскольку в прошлом неоднократно происходили серьезные ядерные катастрофы, правительство Германии несколько лет назад приняло решение о полном отказе от так называемой технологии повышенного риска атомной энергетики. И на фоне драматических сцен, развернувшихся на Фукусиме в 2011 году и в Чернобыле в 1986 году, этот шаг кажется крайне понятным. Но даже помимо непредвиденных аварий, атомная энергетика связана с некоторыми серьезными осложнениями. В первую очередь, это утилизация радиоактивных отходов, которая не только крайне сложна и опасна, но и требует нескольких столетий, прежде чем ядерные отходы перестанут испускать радиоактивное излучение. Кроме того, поскольку ядерные реакторы имеют ограниченный срок службы, приходится постоянно строить новые электростанции, на что в свою очередь уходят огромные деньги. Однако, учитывая все это, не стоит забывать об одном – использование ядерной энергии имеет ряд существенных преимуществ. Например, эта форма производства энергии резко сокращает потребление ископаемого топлива, такого как уголь и нефть. При этом выделяется меньше вредных выбросов, а значит, атомная энергетика также не способствует глобальному изменению климата. По эффективности ни один другой процесс также не приближается к ядерной энергетике. Фактически реакторам требуется лишь небольшое количество топлива для получения взамен большого количества энергии. Благодаря этому снижается не только потребление сырья, но и стоимость его добычи, транспортировки и переработки. Странное открытие В июне 1972 года ученые-ядерщики зафиксировали странную находку на заводе по обогащению урана Пьер-Латте, расположенном на юго-востоке Франции. А именно специалисты заметили любопытную нехватку количества урана-235, который они перерабатывали. Учитывая, что каждый грамм делящегося вещества на таком заводе должен быть скрупулезно учтен, эта неожиданная находка представляла собой настоящую проблему. Сложность заключалась в соотношении изотопов урана в образцах. Основное правило заключается в том, что природный уран содержит три изотопа в одинаковых пропорциях. Более 99% урана 238, 0,7% урана 235 и 0,005% урана 234. Проблема. Вместо 0,7% доля урана 235 составляла всего 0,6%. Но как такое вообще было возможно? И какова подоплёка этой загадочной потери? Что ж, немного исследовательской работы впоследствии позволило выяснить происхождение загадочного обстоятельства. Так использованная урановая руда поступала из Центральноафриканского государства Габон и содержала значительно меньше урана 235, чем руда из других частей света. Находка, вызвавшая у учёных смесь тревоги и непонимания. Поэтому ведущие ядерщики Франции сразу же взялись за поиск этой необычной урановой руды. Последующий анализ выявил одно из самых замечательных открытий в новейшей истории. Доисторический ядерный реактор. Поскольку этот тип обеднённого урана встречается только в ядерных реакторах, сжигающих уран-235, исследователи искали реактор, в котором мог быть произведён этот материал. Затем, 25 сентября 1972 года, в заголовки новостей попала новость, которая и тогда, и сейчас казалась просто невероятной. Эксперты объявили, что обеднённый уран произошёл из ядерного реактора в Габоне, которому 2 миллиарда лет. Точнее, его корни дремали на месте урановых рудников Окла, недалеко от города Франсвиль. Согласно официальным сообщениям, ядерный реактор был не наследием погибшей высокотехнологичной цивилизации, а естественным месторождением урана с достаточно высоким содержанием урана-235, чтобы запустить самоподдерживающуюся ядерную реакцию. И даже сегодня, спустя более 50 лет после этого невероятного заявления, ведущие эксперты по-прежнему называют открытие Окла одним из самых необычных природных явлений всех времён. С тех пор реактор Окла послужил основой для некоторых новаторских исследований. В частности, учёные обращаются к нему при изучении экологических последствий захоронения ядерных отходов. А поскольку первобытный реактор был введён в эксплуатацию 2 миллиарда лет назад, он также даёт подсказки о том, как могли измениться фундаментальные константы Вселенной за всё это время. По следу тайны. Но первой загадкой, которую удалось разгадать в 1972 году, стало то, как вообще может работать природно-ядерный реактор. До этого момента учёные-ядерщики предполагали, что такие процессы вообще не могут происходить в природе. Предыстория. В природном уране содержание урана-235 составляет всего 0,72%. Однако для использования в научных целях уран-235 необходимо обогатить, чтобы в итоге он составлял 3,5% от общего количества. Так как же столько его оказалось в Окла? Ответ на эту загадку заключается в следующем. Уран-235 имеет более короткий период полураспада, чем другие затопы урана. Именно поэтому в далёком прошлом он должен был присутствовать в гораздо больших количествах, чем сейчас. Например, когда образовалась Солнечная система, 17% урана состояло из изотопа-235. Но с тех пор соответствующий процент неуклонно снижался. Руда в Габоне 2 миллиарда лет назад содержала концентрацию урана-235 около 4%, значения которого достаточно для запуска самоподдерживающейся цепной реакции. Когда нейтронный луч ударяет по атому урана-235, атом расщепляется, образуя два меньших ядра и несколько нейтронов. Эти нейтроны затем расщепляют ещё больше атомов в продолжающейся цепной реакции. Однако высвободившиеся атомы представляют собой высокоэнергетические частицы, которые обычно быстро улетают. По этой причине ядерные реакторы обычно содержат материал, который замедляет нейтроны, чтобы они не взаимодействовали с другими атомами урана. Оказалось, что вода является особенно подходящим замедлителем нейтронов, поэтому важным краеугольным камнем природного реактора в Габоне было наличие воды, просачивающейся сквозь урановую руду. И это имело захватывающие последствия для того, как работал реактор. Реакция в деталях Специалисты предполагают, что реакторы ОКЛО работали импульсами. Когда вода попадала в породу, она гасила нейтроны, позволяя протекать цепной реакцией. Однако в результате температура породы повышалась, и вода испарялась. Когда это произошло, нейтроны уже не могли взаимодействовать с первобытными ядрами и расщеплять их. Таким образом, цепная реакция прервалась. Но со временем, когда порода снова остыла, вода смогла поступить обратно и запустить процесс снова. Расчёты учёных показывают, что цепная реакция, вероятно, продолжалась в течение 30 минут, а затем прекратилась примерно на 2,5 часа. Если говорить детально, то пульсирующий процесс, вероятно, происходил в течение 300 тысяч лет. Пока они были активны, реакторы представляли собой мощное образование. Вполне вероятно, что условия в то время были похожи на те, которые преобладают сегодня в современных реакторных системах с водой под давлением. Захватывающие подсказки. Однако пока французские ядерщики анализировали площадку Окла, они отследили там не одно, а целых 17 реакторных зон, сгруппированных на площади в несколько десятков квадратных километров. В то время как некоторые из этих структур располагались вблизи поверхности и поэтому были отмечены процессами выветривания, другие находились на глубине до 400 метров. Именно поэтому они остались практически нетронутыми спустя столько времени. Помимо обеднённого урана-235 в реакторах Окла находились многочисленные осколки деления. В том числе изотопы циркония, итрия, неодима и церия. В связи с этим существование этих побочных продуктов деления должно быстро вызвать особый интерес у специалистов. Ведь, как хорошо известно, вероятно, самая большая проблема, стоящая перед атомной промышленностью, это поиск способа обращения с радиоактивными отходами. Один из простых подходов заключается в том, чтобы просто захоронить загрязнённые отходы. Но что произойдёт с этими материалами через миллионы лет? Это вопрос, на который реакторы Окла могут дать важные подсказки. Например, учёные пришли к удивительному выводу, что уран и большинство редких земельных элементов не подверглись какой-либо значительной мобилизации за последние 2 миллиарда лет. Из этого специалисты сделали вывод, что если природные отходы удастся успешно локализовать в Окла, то долгосрочное захоронение в специально подобранных и спроектированных хранилищах представляется весьма перспективным. На этом спасибо за просмотр. Не забудь поставить нам большой палец вверх и подписаться, чтобы в скором времени узнать больше о самых захватывающих открытиях всех времён. И почему бы тебе не взглянуть на другие видео на нашем канале, ссылки на которые мы разместили для тебя в титрах. Но сейчас нам нужно твоё мнение. Что приходит тебе в голову, когда ты видишь реактор Окла? Знаешь ли ты, что существуют и природные ядерные реакторы?